ПАКИСТАН В улицах города были беспорядочно разбросаны останки людей. Скелеты лежали в неестественных позах. Одни пытались заслонить с собой детей, другие закрывались руками от неба. Складывалось впечатление, что смерть настигла людей внезапно. ПАКИСТАН Страшная катастрофа в одночасье уничтожила древнюю цивилизацию. Но следующее открытие поразило исследователей еще больше. Скелеты древних жителей Махенджо-Даро излучали дозу радиации в несколько раз превосходящую норму. Меня зовут Анна Чаповна. И я начинаю расследование. Эти факты ставят в тупик современную науку. То Земля становилась видимой, то невидимой. Это не поддается логическому объяснению. Уничтожим сами себя. Что ожидает человечество в будущем? Лесниться, тем более богами. Апокалипсис уже сегодня. Мы идем к этому. Тайны мира. Это руины древнего пакистанского города Махенджо-Даро. С языка синхи это переводится как хоум мертвецов. Такое имя городу дал индийский археолог Рахул Банирджи. Когда обнаружил его руины в 1922 году в русле реки Инд. По мнению ученого, это был самый величественный город древней индийской цивилизации Хараппа. Его население составляло почти 80 тысяч человек. 5000 лет назад Махенджо-Даро был самым настоящим мегаполисом. Неприступная крепостная стена со всех сторон. Строгая планировка улиц и домов. Система водопровода и канализации. Жизнь в Махенджо-Даро была совершеннее и комфортнее, чем во многих городах современности. Но в одночасье древняя цивилизация исчезла. Дальше возникает много вопросов. Если такая цивилизация существовала, она не может исчезнуть быстро. А куда делись жители? После нескольких недель раскопок, английскому исследователю Дэвиду Дэвинфорту удалось обнаружить останки всего около сотни человек. Но они не были захоронены. Скелеты были разбросаны беспорядочно прямо на улицах. Какое-то население было застегнуто врасплох и в домах, и на улицах. Но по тому, как они расположены, скелеты, как бы полагались, катастрофа была неожиданной. Первое, что бросалось в глаза – необычный характер разрушения городских построек. Это не было похоже на захват варварскими племенами. Здания не были разрушены временем. Никаких следов землетрясения или потопа. Внимательно изучая карту древнего города, Дэвид Дэвинпорт обратил внимание на одну особенность. Максимальное количество разрушений было сосредоточено в одной области – некоем эпицентре. Внутри него все строения были буквально сметены, как будто их накрыл невероятно мощный шквал или невероятно мощный взрыв. На окраинах города разрушений меньше, чем в центре. То есть мы можем говорить об эпицентре взрыва. Это снимок из космоса руин Махенджадаро. На нем отчетливо видна воронка диаметром 200 метров. По ее краям археологи обнаружили тектиты. Так в научном мире называют темно-зеленые куски стекла. Они образуются из глины и песка под воздействием высокой температуры – около полутора тысяч градусов. Но считается, что в те времена такая температура могла быть достигнута только в горне-металлургической мастерской, но никак не на обширной открытой территории. Вот это похоже на взрыв тактического ядерного боеприпаса. На результаты взрыва, точнее. Атомная бомба появилась в арсенале человечества лишь в середине 20 века. Яркая вспышка озарила небо над плато в горах Джемеза на севере от Нью-Мехико. На несколько километров вокруг нулевой точки песок пустыни оплавился в стекло. Шар раскаленного воздуха поднялся на высоту в 10 тысяч метров. В 15 километрах оттуда, за взрывом ядерной бомбы, наблюдал ее создатель Роберт Оппенгеймер. Окружающие его коллеги ликовали. Сам же он произнес лишь одну фразу. Сегодня я стал смертью. Сокрушителем миров. Именно этот отрывок из древнеиндийского эпоса Махабхарата процитировал создатель атомной бомбы, когда увидел венец своего творения. В августе того же года атомная бомба была впервые применена против человечества. Две бомбы мощностью 20 килотонн в тротиловом эквиваленте были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. Температура тепловой волны составляла 5000 градусов. Мгновенно погибло от излучения 300 тысяч человек. Еще 200 тысяч получили ранения, ожоги и смертельную дозу радиации. На площади 12 квадратных километров были полностью разрушены все строения. Сжигаемые жаром оружие. Мир шатался, как в лихорадке. Люди и звери загорались от жара и дико носились туда и сюда в поисках защиты. Вода стала горячей, а неистовство огня валило деревья рядами. Невероятно, но строки Махабхараты написаны так, как будто их создатели видели ядерные взрывы своими глазами. Но эпос создавался более 5000 лет назад. По оценкам экспертов, примерно в тот же период времени, когда был разрушен древний город Махенджадара. Если по древним текстам мы можем удивляться о том, что, по всей видимости, древние индийцы обладали и климатическим оружием, и погодным оружием, и генетическим оружием, и ядерным оружием. В Махенджадар все-таки было применено какое-то из этих видов оружия. Подтвердить или опровергнуть версию ядерного взрыва можно было только, замерив радиационный фон на месте раскопок. И здесь Дэвида Девинпорта ждала еще одна сенсация. Источник радиации помогла найти простая случайность. Рабочий забыл включенный счетчик Гейгера недалеко от одного из найденных скелетов. Стрелка на дозиметрии зашкаливала. Был найден мужской скелет, который после раскопок имел радиоактивный фон в 50 раз больше, чем окружающая среда. Сразу возникает вопрос, а какую же чудовищную дозу радиации он принял перед смертью, и главное, как? Невероятно! Но все останки почивших жителей древнего города излучали радиацию в десятки раз превосходящую норму. Дэвид Девинпорт попытался даже восстановить события того страшного дня. Жители города, скорее всего, знали о надвигающейся угрозе и спешно покидали его пределы. Тех же, кто не успел и замешкался, ожидала страшная смерть. Ядерный заряд большой мощности был подорван в воздухе на небольшой высоте от земли. Кто и кого мог атаковать ядерным оружием в ту пору? Но уж если люди начали им отмениваться, или разумные существа, условно разумные, скажем так, то это не должен быть ни единичный случай. Тогда должно быть понятно, где-то применяли еще. Как искать? Возможно ли, что современные представления о прошлом нашей планеты неверны? Признать тот факт, что пять тысяч лет назад на территории современного Пакистана произошел ядерный взрыв, уничтоживший мощную и развитую цивилизацию, означает необходимость переписать всю историю человечества. Катастрофу, в результате которой был уничтожен древний город, можно было бы вообще списать на какое-нибудь необъяснимое природное явление. Если бы не одно «но». Таких кратеров на Земле, по крайней мере, несколько штук сохранилось. Причем диаметр их таков, что соответствует средней ядерной нагрузке мощностью где-то порядка 10-50 килотонн. То есть обычная средняя бомба небольших размеров. Вот это воронка, оставшаяся после испытания в 65-м году ядерной бомбы, мощностью в 50 килотонн. На полигоне в Семипалатинске. А это загадочный кратер Ланар в штате Махараштра, в 400 километрах от Мумбая. Похоже, не правда ли? Исследователи до сих пор бьются над загадкой кратера Ланар. Образовался ли он в результате падения огромного астероида, или это следствие взрыва ядерной бомбы? В пользу последнего говорит тот факт, что уровень радиационного фона почвы внутри кратера превышает предельно допустимое значение в 25 раз. Но означает ли это, что за тысячи лет до нашей эры на Земле бушевала настоящая ядерная война? Далее в программе. Таинственное исчезновение жителей древнего города. Представителями более развитой цивилизации. Таисторические летающие тарелки. Называли летающими колесницами. И сверхоружие богов. Оружие, которое нами будет еще и изобретено. Я расстроил все тайны. Предназначенное для умерщвления всего народа. Страшное оружие обращало людей в прах. Даже пища приходила в негодность. Это оружие поражало целые страны и народы. Удар молнии, как гигантский посланец смерти, сжег людей. Те, которые бросились в реку, смогли выжить, но потеряли волосы и ногти. Этому древнеиндийскому тексту уже более 6 тысяч лет. Но как поразительно точно описаны симптомы лучевой болезни. Судя по этому тексту, доза радиации сравнима с той, которую получили жители города Хиросима после ядерной бомбардировки в 1945 году. Если верить древнему эпосу, такие взрывы происходили по всей Земле. В июле 1911 года американский ученый из Ельского университета Хейрон Бингем путешествовал по Андам в Перу. Один из местных мальчиков за незначительную плату взялся отвезти профессора на гребень горы над долиной реки Урубамбе. Местные индейцы утверждали, эта дорога кишит змеями. То, что ученый увидел на вершине, потрясло его до глубины души. На высоте 2450 метров, надежно спрятанной джунглями, стоял древний каменный город. Храмы, пирамиды, дворцы, сложенные из огромных гранитных блоков. Идеально симметричные и пропорциональные. Но до сих пор неизвестны ни цель его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название. Мачу-Пикчу. В переводе с языка южноамериканского племени инков старая вершина. Считается, что индейцы возвели город в 13 веке. Но жители покинули его в начале 16 века. Внезапно и навсегда. Что могло произойти в отлично защищенном городе? Катастрофа? Эпидемия? Война? По мнению исследователя Андрея Склярова, разгадка тайны города Мачу-Пикчу в том, что индейцы инки никогда в нем не жили. А в Перу и Боливии, вот этот район, который традиционно относится к, скажем так, к деятельности инков. Хотя инки, в общем, явно не владели соответствующими технологиями и близко к ним не подходили. Я считаю, что это эти памятники, о которых мы сейчас говорим, были оставлены, скажем так, представителями более развитой цивилизации. Мачу-Пикчу находится на вершине Большой горы. В наши дни туристы поднимаются к комплексу на автобусах по извилистому серпантину. А еще совсем недавно сюда можно было добраться только на вертолете. Для древних инков в таком неудобном расположении города не было никакого смысла. Как в археологии принято, если назначение предмета непонятно, будем считать его культовым. Но существует еще одно доказательство того, что Мачу-Пикчу построили не инки. Камни, из которых сложены строения в Мачу-Пикчу, обработаны настолько тщательно и искусно, что возникает сомнение, могли ли инки все это построить при помощи древних медных инструментов. Не может быть реализовано на том уровне технологий, которыми обладали древние перуанцы и, в частности, инки. Центральное здание комплекса Мачу-Пикчу. На мой взгляд, это было сделано задолго до инков. В основании города лежат гранитные плиты. Вес самый большой из них 15 тонн. Считается, что инки добывали их в каменоломнях, расположенных в 300 километрах от Мачу-Пикчу. Но существует общепризнанное мнение, что индейцы до знакомства с европейцами не знали даже колеса. Могли ли они поднять такой невероятно тяжелый груз на вершину горы вручную? Это сделала цивилизация земная, не инопланетная, которая существовала и развивалась на Земле на протяжении 15-10 тысяч лет до нашей эры. И на вершине своей кульминации они сделали сооружение для решения своих инженерных задач. Каких? Мы к этому только приближаемся. На самой вершине холма Мачу-Пикчу расположена площадка идеально треугольной формы, в середине которой возвышается священный камень Интиуатана, так называемый причал Солнца. Ряд ученых предполагает, что это было местом наблюдения за звездным небом, своего рода древней обсерваторией. Но ничто, кроме высокого местоположения, не говорит в пользу этого. У Андрея Склярова есть более смелая версия. Интиуатана была древней парковкой летательных аппаратов. Это было что-то типа посадочной площадкой. То есть летали на неких небесных колесницах. Ну вот какие-нибудь, не важно, вертолеты, пусть даже простые, известные нам, не обязательно там изобретательный лот, а мы еще на грытоцентной подушке. Просто летательный аппарат, перемещающийся по воздуху. Естественно, удобнее садиться на каких-то возвышенностях. Вот здесь была возвышенность с приспособленной формой. Возможно, именно поэтому камень получил такое экзотическое название причал солнца. Древние инки видели, как огромный сияющий шар приземлялся на вершине холма. И им казалось, что это само солнце причаливало к месту своего обитания. Необычные небесные явления, которые мы сейчас называем неопознанными летающими объектами. В древности часто называли летающими колесницами. Что еще лучше будет, если это колесница, тем более с богами по небу летит. 17 декабря 1903 года летательный аппарат Флайер-1, построенный братьями Орвелом и Уилбором Райт, совершил первый управляемый горизонтальный полет. Неуклюжая этажерка продержалась в воздухе 59 секунд и пролетела 260 метров. Детище Райтов было официально признано первым в мире аппаратом тяжелее воздуха, который совершил пилотируемый полет с использованием двигателя. Так началась история мировой авиации. Тогда же во всех языках мира появилось новое слово аэроплан. Во всех, кроме одного. В языке хинди, на котором официально разговаривают в Индии, необходимости вводить новое слово, обозначающее летательный аппарат, не было. В этой стране с древнейших времен существует понятие вимана. На хинди вимана означает летательный аппарат. Ну, если брать сегодняшний день, то это самолет или какой-нибудь космический корабль. А что означало слово вимана в древности, пять тысяч лет назад, в том же санскрите или в том же хинди? Тоже означало летательный аппарат. Описание виманы встречается абсолютно во всех древнеиндийских эпосах. В Махабхарате на них передвигались по воздуху высшие существа. Тут же приводится точное описание внешнего вида и устройства летательных аппаратов. Указывается, что эти самые виманы могли развивать в атмосфере скорость до 800 километров в час, летать на высоте до 12 километров. 1973 год. Индия. Группа ученых издает перевод древнего труда под названием Вимани-Кашастра. В книге подробно описаны действия воздушных колесниц или Виман. Сообщается, что виманы были невероятно прочными. Их нельзя было сломать или даже сжечь. В виманах использовался двигатель на ртутном топливе. Они были гражданскими и боевыми. Гражданские могли перевозить на своем борту до 13 человек. Боевые использовались для уничтожения всего живого. Так написано в древнем тексте. Вполне на нашей планете могли вестись достаточно разрушительные войны. Содержится огромное количество данных о том, что древние индусы обладали настолько мощным разрушительным оружием массового поражения, по сравнению с которыми современные вомбы выглядят новогодней хлопушкой. Вимани-Кашастра не эпос и не предание. Это настоящие технические трактаты. В текстах, возраст которых насчитывает две с половиной тысячи лет, приведены схемы, чертежи и указаны размеры деталей летательных аппаратов. Представлено 32 вопроса, на которые должен иметь ответ пилот этих самых Виман. И в том числе к тому есть ключевые слова, которые связаны с ремонтом этих самых Виман. Если нужен ремонт, отсюда делается вывод, что Вимана, как и любая техника, время от времени ломалось. И вот это карас и убеждает нас в реальности этих Виман. Но кем были пилоты этих воздушных кораблей? Посещали нас представители процивилизации, либо посещали, либо сосуществовали с нами вместе. Они были разные. А могли, собственно говоря, и делить сперывлияние, что приводило к катаклизм и к катастрофам. Возможно, одна из таких катастроф и произошла 5000 лет назад в древнем индийском городе Махенджадаро. Остается только предполагать, какой вид оружия был использован. Невозможно, что в Махенджадаро было использовано то оружие, которое нами будет еще изобретено. Далее в программе учебники истории врут. Говорят обмени тоже. Какую тайну хранят древние мифы? Реальная история человечества. Трагическая гибель цивилизации. Я расстрою все тайны. Цивилизация шумера, загадочным образом зародившаяся около 7 тысяч лет назад, столь же внезапно и таинственно исчезла. В исторических трудах обстоятельства, связанные с падением этого древнего государства, обычно обходят молчанием. В учебниках истории рассказывается, что эта могущественная цивилизация приобрела соперника в лице соседа столь же таинственной Аккадской империи. А потом шумерские и аккадские народы исчезли в одночасье без каких-либо видимых причин. Но в древних текстах того времени, дошедших до наших дней, встречается описание страшной катастрофы, обрушившейся на земли Месопотамии. Описание этой катастрофы древними авторами кажется сегодня настолько удивительными и невероятными, что проще и удобнее отнести их в разряд мифов. Но факт остается фактом. Падение величайшей цивилизации древнего мира произошло внезапно. Шумеры как будто испарились. На землю обрушилось бедствие. до тех пор неведомое человеку. Какого не видели раньше никогда, против которого нельзя устоять. Днем земля была лишена яркого солнца. Вечером на небе не сияли звезды. Этот текст датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Является ли он достоверным? описано ли в нем то, что происходило в действительности? Страшная трагедия, в результате которой была уничтожена шумерская цивилизация. Это вопрос доверия практически ко всем литературным источникам древнего мира. Очень много описано событий. Мы считаем, что это мифология. Сказки. На самом деле это описана реальная история человечества того времени. Еврейская Тора, Египетская книга мертвых или шумерские плачи. В каждом из этих источников можно найти описание разрушительного вооруженного конфликта. Мифические боги, атланты, демоны и титаны сошлись в смертельной схватке. Интерес к древним легендам и преданиям здесь прослеживается именно в том числе, что совершенно разные народы, совершенно в разных регионах, на разных материках говорят одно и то же. Невозможно получить одни и те же образы совершенно в разных частях света. Они не могут возникнуть спонтанно. Более того, они не могут совпадать, тем более, не могут совпадать в деталях. Наиболее подробно и красочно эта война описана в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Враждующие стороны применяют друг против друга различные типы сверхмощного вооружения. Их описания до недавнего времени казались чем-то сказочным и неправдоподобным. Очень много названий, очень много технических терминов, которые конкретно описывают тот или иной вид оружия. И лазерное оружие, и вакуумную гомбу, и направленный пучок света, и направленный пучок энергии, и направленный луч света, который воздействует на психику человека. Некоторые специалисты насчитали 90 видов оружия. У каждого персонажа свой вид оружия. Кульминация войны, 18-дневная битва на священном поле Курухшетре. На нем впервые применили оружие богов. Сверхмощную бомбу, которая способна стереть с лица земли целые города и страны, а затем поднимается в небо белым столбом. Это оружие, которое напоминало современное ядерное. Погружали землю то во мрак, то с неба изливались потоки воды, то выглядывало солнце, то начинались землетрясения, то земля становилась видимой, то невидимой. В 20-м веке человечество столкнулось лицом к лицу с угрозой самоуничтожения. Различные типы сокрушительного оружия, описанные в Махабхарате, перестали казаться всего лишь художественным вымыслом древнего автора. Молнии, выжигающие землю, белые столбы, поднимающиеся к небу, огнедышащие жезлы, все это уже есть на вооружении современной армии. Но если часть древнего эпоса перестала быть сказкой, возможно и весь остальной текст тоже правда. Далее в программе «Война богов». Посмотреть воочию, к чему приведет так цивилизация. Миллионы невинных жертв. Большой ядерный церковь. И древние поля сражений. Почему-то погибли, почему-то. Я раскрою все тайны. В 1642 году в Мадриде была издана книга миссионера изуита Фернандо де Монтесинеса. Она так и называлась «Хроники Монтесинеса». В ней монах описывал древнюю историю завоеванного конкистадорами народа индейцев инков. Общественность сразу прозвала Монтесинеса южноамериканским бароном Мюнхгаузеном. Дело в том, что образованные европейцы сочли сведения, приводимые монахом из истории инков фантастическими и сказочными. Материалы по истории инков для своей книги Монтесинес начал собирать во время миссионерской службы в Южной Америке. Коренные индейцы рассказывали ему то, что передавали сами из поколения в поколение. От индейцев Монтесинес узнал, что до инков Южную Америку населяли всесильные гиганты. Но они разгневали богов. Огонь с небес уничтожил их в одночасье. Все события, описанные в хрониках, Монтесинес датирует периодом всемирного потопа. У иудеев до сих пор сохранилось летоисчисление от сотворения мира. К примеру, 2011 год, 7520 год от сотворения мира. Считается, что всемирный потоп произошел в 1590 году от сотворения мира. Получается, что гиганты, населявшие Южную Америку по преданиям инков, были уничтожены в четвертом тысячелетии до нашей эры. А это в точности совпадает со временем уничтожения древнего шумера, описанного в плачах, и с войной богов в древнеиндийских трактатах. Территория Перу и Болевина, на мой взгляд, это как раз сохранило следы войны богов, когда эта высокоразвитая цивилизация разделилась на две больших противопоставящие группировки и вела между собой воен уничтожение. Андрей Скляров вместе с группой единомышленников, в которую входят физики, историки, химики и математики, объездил полмира в поисках свидетельств существования в древности высокоразвитых цивилизаций. Шумерские или египетские боги, атланты и титаны, по мнению исследователя, они могли существовать в действительности. В самом деле, когда начинаешь смотреть древние легенды и предания по смысловому содержанию и сравнивать их уже с современным научным знанием, которое накопило археологию, палеонтологию, геологию и так далее, выясняется, что в подавляющем большинстве легенд и преданий да, немножко в искаженной форме, немножко стилистически, но высказывает и идет описание реальных событий, которые имеют это Боливия. Вблизи самого высокогорного озера в мире Титикака расположены останки древнего комплекса Пума-Пумку. Его назначение историками до сих пор не определено. Идеально подогнанные плиты из твердого андезита образуют фундамент монумента. Строения, которые находились на нем, не удалось воссоздать ни одному археологу. Это сооружение уже непонятной формы, значит, оно было взорвано так, что от него остались куски в несколько сотен тонн, эти куски залетели в воздух, перевернулись, упали АБК. И потом их еще взяли из Грибли в одну кучу. Это, скажем так, ну, если не большой ядерный взрыв, ну, по крайней мере, чтобы оставить границу скал в такую воронку, нужно что-то там, скажем так, под несколько килотон. Исследователь утверждает, в Перу и Боливии осталось множество доказательств древнего вооруженного конфликта. К примеру, эта воронка, по его мнению, осталась от ракетного удара. Объяснить все эти разрушения в Южной Америке только лишь природными катаклизмами, землетрясением или наводнением невозможно. Землетрясения пошли бы соседние блоки и там характер разброса блоков вокруг, он совершенно не соответствует грудам, которые на месте землетрясения образуются. Пытаются различные исследователи объяснить каким-то образом это, но понимания, по-моему, никто не имеет до сих пор. Так вот, сэнда. Снаряд заряженной силой всей вселенной. Раскаленная колонна дыма и огня, яркая, как десять тысяч солнца зените, поднялась во всем своем великолепии. Железный удар молнии, гигантский посланец смерти, который превратил в пепел все живое. Это цитата древнеиндийского эпоса Махабхарата. Напрашивается прямая аналогия со взрывом ядерной бомбы. Скептики скажут, мы дети своего времени и мыслим категориями нашего времени. Возможно, иное время и иная военная техника подскажет людям совершенно иные аналогии. Но правильно ли это? Далее в программе. Кто решит судьбу человечества? Уничтожим сами себя. Когда погибнет наша цивилизация? От силы несколько лет. И есть ли у нас шанс на спасение? Я расстрою все тайны. Существует теория, по которой история человечества развивается по спирали. Другими словами, наша цивилизация не единственная за всю историю Земли. Мы же помним только последний виток этой временной спирали. Значит, описанные в мифах и эпосах ужасы войны, в результате которой была уничтожена жизнь на планете, на самом деле хроника страшной катастрофы, которая ожидает нас в будущем. Мы должны понимать только одно, что до нас были цивилизации, которые были очень мощными, которые существовали, так сказать, достаточно долго, достигли вершин познания мира, освоения этого мира, почему-то погибли, почему? Наша цивилизация насчитывает всего лишь несколько тысячелетий, а возраст Земли примерно 5 миллиардов лет. Исследователи настаивают, за это время на планете могло существовать огромное количество других, в том числе и высокоразвитых цивилизаций. Находятся артефакты, которые в результате специальных анализов с помощью аппаратуры проводимых относят к возрасту 5 миллионов лет назад, 500 тысяч лет назад, 2-3 миллиона лет назад отдельные артефакты найденные насчитывают. найденные по всей планете следы их существования указывают на то, что все они шли примерно по одному пути развития, по тому же, по которому сейчас идем мы. Но все они однажды прекратили свое существование. Была какая-то высокоразвитая цивилизация, высокоразвитая человечество, которое в результате войны, в результате катаклизма, эта цивилизация была отброшена в дикое состояние. И вот дальше мы, забыв про это, про все, фактически начали развиваться заново. И вот теперь естественно возникает вопрос, не дойдем ли мы до этого же состояния, когда возьмем и уничтожим сами себя. В конце 70-х годов прошлого века вычислительный центр Академии наук СССР начал проводить расчеты последствий ядерной войны. Результаты впечатляли. Вот строки отчетного документа. В результате пожаров огромное количество мелких камней, пыли, дыма и продуктов горения приведет к возникновению плотной дымовой завесы, которая полностью перекроет доступ солнечным лучам к земле. В первые две недели температура воздуха понизится до минус 25 градусов погибнут почти все растения и часть животного мира. В 1983 году американский астроном Карл Саган публикует в открытом доступе свои прогнозы последствий ядерного противостояния держав. Его расчеты в точности совпадают с работами советских ученых. В том же году человечество впервые услышит термин ядерная зима. Что полезного можно исчерпнуть из этого знания? К сожалению, мы подходим к той черте, к которой подошли те ребята. Есть шанс, что мы избежим их участия. Без солнечного света на земле прекратится круговорот воды, кислород вскоре заменится углекислым газом. Океан замерзнет до самого дна. Все, кто не погибнет в результате взрыва и смертельной дозы облучения, вскоре умрут от голода, холода и кислородного голодания. На планете практически полностью будет уничтожена вся экосистема. По расчетам ученых, ядерная зима продлится не менее десяти лет. К тому моменту жизнь на земле будут представлять только отдельные виды бактерий и микроорганизмов. После того, как плотное облако пыли рассеется и солнце вновь станет согревать землю, бактерии смогут образовать новую ветвь эволюции. Но прежде чем планету вновь станут заселять разумные существа пройдут миллионы лет. Как минимум нужно понимать, что заставило их уйти с арены деятельности, почему они исчезли, почему они деградировали. Мы идем к этому уже, и мне очень бы хотелось посмотреть во очи, к чему приведет крат цивилизация. Хотелось бы извлечь ошибки на примере других, а не учиться на своих собственных. Мало кто знает, но с момента изобретения атомной бомбы мир не раз был на пороге ядерного апокалипсиса. В январе 1961 года на одном из дежурных самолетов американских ВВС Б-52 в полете произошла авария. Командир корабля, опасаясь взрыва бомбы на борту при вынужденной посадке сбросил ее. Бомба мощностью 24 мегатонны, а это в полторы тысячи раз больше, чем та, которая была сброшена на Хиросиму, упала на землю в американском штате Северная Каролина. Взрывное устройство чудом не сработало. В 1966 году в небе над Испанией американский бомбардировщик столкнулся с самолетом-заправщиком. На этот раз в районе небольшого населенного пункта Паламерос были сброшены четыре термоядерные бомбы мегатонного класса. Взрыва не произошло, но при падении бомбы разрушились и заразили окрестности своей радиоактивной начинкой. При современных уровнях ядерного вооружения нашей цивилизации осталось немного от силы несколько лет или десятков лет. За последние 65 лет на земле произошло более двух тысяч ядерных взрывов. Это не были результаты военных действий это были испытания ядерного оружия в четырех доступных человечеству пространствах на земле, под землей, под водой и в космосе. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Откровение Иоанна Богослова. В 1947 году создатели первой американской атомной бомбы учредили необычный проект «Часы судного дня». Они показывают степень угрозы для человечества. Полночь на этих часах символизирует ядерный апокалипсис. Решение о переводе стрелок принимает ученый совет. К примеру, в 1953 году СССР и США с разницей в 9 месяцев испытали свои термоядерные бомбы. Часы показали без 2 минут 12. Мир был действительно всего в двух шагах от ядерной войны. Сегодня значение часов судного дня 6 минут до полуночи. А это значит человечество по-прежнему находится на грани самоуничтожения. Продолжение следует...